Девушки отдыхают Впрочем, это хорошо, что игра появилась сейчас, ибо только в наши дни есть технологии, способные создать реалистичный и эффектный мир, затерянных в снегах антарктических станций. Графика очень хороша, от моделей людей и монстров до атмосферных пейзажей Южного полюса. Что касается сюжета, то он не повторяет напрямую события фильма, а предлагает нам его продолжение. Киногруппа американских антарктиков находит во льдах нечто, что впоследствии оказывается враждебным, способным к мимикрии инопланетным организмам. В столкновении с ним погибают все, и спустя три месяца на станцию прибывает небольшой отряд спецназа, чтобы разобраться с происшедшим. Тут-то и начинается игра. Ужас ситуации в том, что монстр способен выглядеть как человек, говорить как человек. И никто не гарантирует вам, что ваш товарищ с огнеметом все еще на вашей стороне. В атмосфере страха авторы искусно добавляют алименты мании и преследования. Никому нельзя верить, никому нельзя доверять. Рассчитывать можно только на себя. Однако большой плюс игры в том, что одному ее не пройти. Вам нужна помощь других полярников. Вы сможете общаться с ними с помощью удобного и простого интерфейса. Можно передавать им вещи и говорить простые приказы. Правда, не факт, что вас будут слушать. Эти парни не роботы. У них есть свои эмоции, страх и уровень доверия к вам. Да, не удивляйтесь тому, что все не так легко. Для того, чтобы вам доверяли, придется потрудиться. Самое простое — это дать сомневающемуся оружие. Но кто знает, не повернется ли оно через секунду против вас. И таких вопросов игра ставит множество. В целом, нечто состоит из трех основных элементов. Это решение квестовых задач, 3D-шутер и руководство своей командой. Хорошо, что никакая составляющая не давлеет над другими. Получилась эта редкость цельно, качественно и сбалансирована. Должно понравиться поклонникам всех вышеупомянутых жанров. От себя замечу, что это редкая игра, в которой необходимо не только и не столько быстро стрелять в монстров, сколько быстро думать и принимать решения. Очень хороший микс из страшного трехмерного приключения, динамичного боевика и квеста. Мегахит! Мегахит!